Итак, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Сейчас я вам расскажу очень интересную и добрую новость. У нас большой праздник. Во-первых, первый день весны, с чем я и вас поздравляю, девчоночки. Всё, теперь уже не просто дуновение весны, а с первым мартом вас. Сейчас весна наступила, а это значит, скоро будем раздеваться, выходить красивенькие, весёленькие и счастливые. Это наше время года, девочки. Обожаю весну. Март, апрель, май, эти три месяца, они изумительны. Ну, теперь от каждого дня надо брать по максимуму. Вообще всегда надо брать по максимуму, но особенно сейчас. Вы знаете, девчоночки, ещё одна новость хорошая. У меня, мои интернет-сестрёнки, именно у меня, потому что познакомились они у меня на канале, которые живут в Германии, в Штутгарте. Они встретились. Мои хорошие, мои любимые девочки, как бы я хотела быть рядом с вами. Какая это классная новость. Я вообще в восторге, что мои девчонки, моя интернет-семья вот так вот объединяется и в жизни, потому что девиз нашей интернет-семьи – это «люби ближнего своего, как самого себя». Не забывайте, девочки, при встрече говорить «я люблю тебя», и когда прощаетесь, говорите «я люблю тебя». Теперь я вот за них спокойна. Теперь я точно знаю, что, не дай Господь, если Марисе что-то будет нужно, обязательно Фрейдочка ей поможет. А если Фрейдочке нужно будет что-то, обязательно Маришечка ей поможет. Спасибо, что вы мне об этом написали. И, девчонки, все, кто в Германии, объединяйтесь. Все, кто в России, объединяйтесь. Все, кто на Украине, давайте объединяться. Все, кто вообще, кто в одном городе живет – наша интернет-семья. Вы должны объединяться, потому что мы особенные, мы самые лучшие. Мы, у нас есть секретное слово «я люблю тебя». Девчоночки, я люблю вас. Молодцы. Мы не знаем, как там, что там, но я знаю точно, раз у вас рядышком есть такое сердечко из моей семьи, из моей интернет-семьи, значит, я за вас полностью спокойна. И вспомнила почему-то Фаину Георгиевну Раневскую. Знаете, Фаина Георгиевна, что бы вы сделали, если бы вдруг открыли границы? Это была актриса, для тех, кто не знает, великолепнейшая. Фаина Георгиевна Раневская. Изумительная, мудрая, с тонким чувством юмора. К сожалению, её уже с нами нет по возрасту. Она была одинокая женщина. Она не понимала этот мир, потому что она пришла из того мира, ещё до революционного. И когда она, она прожила долгую жизнь, и вот эту вот всю революцию, и дальше, дальше, дальше. И она понимала, что это всё такая ерунда, такую катавасию устроили, такой переворот сделали. Ей было жутко. Ну, что же сделаешь? Она продолжала жить, она работала, но она, я теперь поняла, почему она писала свои вот эти вот фразы. Она рассказывала, она говорила, передавала. И, ну, послушайте сами. Фаина Георгиевна, что бы вы сделали, если бы вдруг открыли границы? Спросили у Раневской. И что же она ответила, как вы думаете? Она ответила, залезла бы на дерево. Её спросили, а почему, почему вы залезли бы на дерево? Она ответила, чтобы не затоптали. Как чётко она ответила. Именно, чтобы не затоптали. Потому что народ на самом деле, и не так уж и не был предан настолько, насколько это всё рассказывали. На самом деле народ жил как в клетке. Вот как рабы в клетке. Серые рабы в клетке. И если бы только открыли бы границы и разрешили бы советским людям выехать, я думаю, что Советский Союз остался бы пустым. Несмотря ни на какую вот пропаганду, которую вели, а вели пропаганду мощную, народ бы разбежался, конечно. И она была права. Вот так вот она и сказала. Ну, ладно, девчоночки. Это следующее. Я очень рада, что мои девчонки там встретились. Девчоночки, я вас обожаю, люблю. И душой я с вами. Сейчас я вам хочу рассказать про вот эту женщину, которую вы видите на своём экране. Которая сидит за машинкой и строчит платье. Она шьёт платье. Причём такие красивые. Её зовут Лилиан Вебер. Она добрая самаритянка, так её прозвали. Из Айовы, естественно. Она из христианской церкви, из Баптистской. Она уже несколько лет подряд шьёт платье для христианской благотворительной организации Little Dresses for Africa. Маленькие платьица для Африки. Девизом этой организации является «Мы шлём африканкам не только платье, мы шлём им надежду». Ежедневно около трёх часов она проводит с шитьём. Вот она себе поставила так. Которые потом в качестве гуманитарной помощи переправляют молодым девушкам Африки. Посмотрите, она делает красивые платья, яркие платья. Она их украшает даже кружевами. И посмотрите. И какие-то даже бусики она туда цепляет. Такая умничка. Этой женщине в этом году 100 лет. Ей было 99 в прошлом. В этом году 100 лет. Посмотрите, какая замечательная фотография. Я хочу, чтобы вы посмотрели её вот тут. Когда она в окружении вот этих совершенно замечательных платьев. Посмотрите, как она выглядит в свои 100 лет. Ежедневно, представляете, 3 часа она проводит с шитьём. И потом в качестве гуманитарной помощи всё это переправляется. Сейчас Лилиан 100. Но несмотря на свой почтенный возраст, она не намерена прекращать трудиться. За последние 2 года Вебер сшила более 840 платьев. На первый взгляд это изделие совершенно обычное. Но мастерица старается украсить каждую вещь так, чтобы ни одна не повторялась. Такая вот она умница. Вот детки, которые получили от неё платье. Вот они, посмотрите. У каждой по-своему. Своя вышивка, своя ленточка, свой бантик какой-то. Вот они в этих платьюшках. Вот. И они держат вот такую вот, видите, надпись. Thank you. Спасибо вам. Лилиан Вебер надеется, что ей удастся сшить ещё порядка полутора сотен платьев, чтобы к своему столетнему юбилею поставить личный рекорд – тысячи изделий. Правда, долгожительница признаётся, что достигнет поставленной цели не прекратить заниматься благотворительностью и снова сядет за швейную машинку. Но ей уже сто, и она уже сделала сто тысячи изделий. Вот такая вот интересная Лилиан. Вот. Я вам хочу сказать, мне нравятся баптистские церкви. Вот почему я в живой церкви. Потому что это одни из немногих церквей, которые реально помогают и делают Божью справу. Делают Божье дело. Делают Божье дело. Вы знаете, что интересно, что когда вот были тяжёлые времена, более тяжёлые, чем, скажем так, сейчас, сейчас тоже нелёгкие, и вышли на молитву у нас на площади три церкви. Нет, четыре. Вру, четыре. Вышли греко-католики, вышли католики, вышли православные, вышли баптисты. Нет, пять церквей вышло. Греко-католики, католики, вышли православные, и вышли баптисты мы. Четыре. И пятые вышли мусульмане. Вот. И вот пять церквей, пять молились на коленях. У меня, по-моему, даже где-то видео есть. Я не знаю точно, опубликовала я это видео или нет. Мы все вышли, мы молились на коленях за то, чтобы, ну, за многое, чтобы не было пролития крови. Мы просили Бога о том, чтобы беженцы, которые к нам пришли, а у нас пришло очень много с Донецка, с Луганска беженцев, чтобы все обрели достойное жилье, чтобы мы всех расселили. Вы понимаете, у нас все получилось. И почему-то отсутствовали буддистские вот с колокольчиками, что-то мы их не заметили и другие. Поэтому, ну, а об аптистах я особенно хочу сказать, конечно. Вы знаете, я никого не хочу обидеть. Но вот почему во всех проектах, в которых действительно есть нужда у людей, люди другие считают, вот нашим деткам мы помогаем, но и не только нашим, потому что, чтобы было у нас, надо и с другими делиться. И тогда у нас еще больше будет. Поверьте мне, Господь Бог, Он всегда все заметит, все увидит, даже какую-то самую маленькую, самую незначительную в мелочь. Поэтому нам надо стараться жить и распинать себя каждый день. Вы меня спрашивали уже, как я распинаю себя? Вот как могу? Вот как могу? Изо всех сил стараюсь. Надеюсь, что вы, девчоночки, завели свою тетрадочку и ведете свой дневничок благословений. А я вас всех люблю. Целую. Пусть Бог благословит вас и ваши семьи. Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока. Пусть Бог благословит вас и ваши семьи.